Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Елена Симушина, и вы смотрите телепроект «Диалог с психологом». О чем же этот телепроект? Конечно, о людях. Потому что мы знаем, что за каждым брендом, за каждым экспертом, за каждым бизнесом прежде всего стоит кто? Человек. Человек всегда приходит к человеку, и нам всегда интересно узнать, а какие же у него ценности, миссия, и что им на самом деле движет. И вот у меня сегодня в гостях будет три очаровательные гости, соприкоснувшись с историей которых, мы узнаем и раскроем такую тему, как проявление, в том числе через дело, через профессию. И я вам предлагаю встретить первую гостью в моей студии. Это Светлана Шварц. Светлана, привет! Доброе утро! Светлана у нас психолог, телесный терапевт и гвоздетерапевт. Правильно, Свет? Совершенно верно. Отлично. Свет, волнуешься? Чуть-чуть. Отлично, это хорошо, потому что пройдя путь через общение с камерой, открывается что-то новое. Ну это такое некое проявление, да? И вот как раз первый вопрос. А что же проявление в твоей жизни? Для меня проявление это взаимодействие с людьми, потому что именно так мы проявляемся. И проявление это взаимодействие с людьми, какую-то ценность создавать для людей и для себя, то есть почерпнуть что-то новое от общения с человеком и дать что-то человеку ценное для него. То есть получается проявление все-таки в общении, да? Вот в коммуникации, в общении и когда человек что-то отдает и получает, да? Хорошо. А при чем здесь гвозди? Гвозди как раз при том, что у нашей психики есть удивительный механизм под названием эго, который может мешать человеку проявляться, мешать человеку качественно коммуницировать, потому что те какие-то обиды, какой-то накопленный внутренний стресс может человека, может по факту управлять человеком изнутри его подсознания, вот этот механизм эго. Подсознательные реакции человек выдает такие, что он подчас успокоившись, думаешь, боже мой, а что это сейчас было? А почему я так среагировал? Ну причины-то особо и не было. А на самом деле причина в болезненном опыте прошлого. И так бывает, что человек замыкается в себе или, допустим, обжегшись в чем-то, боится идти дальше. Например, были травматические отношения, и человек боится создавать новые. Или он испытал какую-то неудачу и боится идти во что-то новое, в принципе, вообще проявляться как-то иначе. И гвозди – это как раз тот инструмент, который помогает убрать вот эти вот внутренние тормоза и вот эти вот странные механизмы реактивные автоматические, которые нами управляют. Гвозди – это инструмент, который позволяет штурвал своей жизни взять в свои руки. Здорово. Ты сейчас такую фразу хорошую сказала – проявляться иначе. Да? То есть через гвозди человек может, ну, во-первых, проявиться, да, там было про боль, и научиться проявляться иначе. Правильно я тебя услышала? Да. Ну, смотри, ты этим же занимаешься как-то не случайно, скорее всего. А что тебя заставило проявиться иначе? Вот это такая фраза, она же твоя. Что такое проявиться иначе для тебя, для Светы? Ну, вообще, если говорить о том, что не случайно я занялась гвоздями, и да, и нет, потому что, с одной стороны, эта практика пришла в мою жизнь 9 лет тому назад, аж, боже мой, столько времени уже, абсолютно случайно, потому что я сделала человеку подарок, а человек решил в ответ мне сделать в подарок практику гвоздестояния и поставить меня на гвозди. То есть это не было чем-то запланированным, я это не искала, это случилось спонтанно. А вот то, что со мной произошло в этой первой практике, вот именно поэтому, благодаря той трансформации, которая тогда произошла в моей психике, в моем внутреннем вот этом мире, благодаря этому я выбрала уже эту практику как ту, которую я хочу изучать, которую я хочу нести людям. И первое, с чего я начала, я вот этого человека, я просто вцепилась в него и не отставала до тех пор, пока он не согласился, чтобы я собирала ему людей и следовала за ним, и задавала множество вопросов. И мое вот это вот обучение было через общение с мастером и через то, чтобы впитать все, что он может мне дать по поводу этой практики. То есть мало того, что ты себя проявила как ученик, ты еще мастера проявила как мастера. Ну, в том числе, да, мы с ним до сих пор дружим. Когда он приезжает в Самару, мы встречаемся. Это удивительный человек, музыкант Аргишти, дудукист. Это не его основная история, это вот такое второе, своеобразное хобби. Вот как раз второе своеобразное хобби. Да, вот помнишь, мы говорили о том, что вторые профессии. Вот для тебя гвоздестояние, психолог и так далее. Это основная все-таки профессия или вторая, или третья, или как ты вот ее сейчас для себя принимаешь? Что это для тебя? Я вообще про себя говорю, что я волшебница широкого профиля, потому что у меня много направлений, с одной стороны. А с другой стороны, это все телесные практики. То есть и аромотерапия, это работа через тело психологическое. То есть мне именно это было всегда интересно. И там тибетские поющие чаши, это тоже телесная практика. И гвозди телесная практика. А начиналось все вообще с того, что я 20 лет тому назад начала заниматься телом через массаж, через психосоматику. И это тоже работа с телом. Поэтому совершенно логично было стать телесно-ориентированным терапевтом. Это просто уже не могло не случиться. Это произошло естественным образом. И если поначалу гвоздетерапия, это было что-то дополнительное, что просто мне интересно, сейчас это уже моя профессия. То есть это такое вышло на основная деятельность стала, да? Ну, практически да. Одна из основных. А все остальные в нее просто вщелкнулись, встроились. То есть во время гвоздестояния практики я применяю и аромотерапию, и тибетские чаши, и элементы из йоги. То есть туда просто собралось все и стало квинтэссенцией, и создалась своя концепция, свой подход. Светлана, вот на нас сейчас смотрят телезрители, и они удивляются, насколько ты все смогла, то, что умела, да, соединить во что-то одно и проявиться. Тебе же что-то такое помогло внутреннее? Вот поделись, пожалуйста, этим секретом. Пожелай нашим телезрителям от себя что-то такое, чтобы они смогли воспользоваться этим, да, и тоже проявиться и заявиться. Вот, возможно, через свое дело, а может быть, вторую или третью профессию сделать так же основной. Вообще, наверное, это вдохновение, потому что меня вдохновляло то, что получалось. Я видела результат, мне настолько нравилось то, что получалось. Это давало заряд вдохновения, чтобы продолжать, чтобы углубляться в эту историю, чтобы изучать. И в итоге, когда все, что я могла впитать от своего учителя, я поняла, что мне нужно еще, и я пошла искать единомышленников. И так я в 2018 году вошла в сообщество гвоздестоятелей, и так я попала в рекорды, так я стала спикером гвоздестояния. И так вот это вот все, как снежный ком, росло, 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 потому что был огромный внутренний интерес, вдохновение и восхищение тем, как это работает. Светлана, на этой прекрасной ноте я благодарю тебя за эфир, приглашаю тебя вновь и вновь посещать мою передачу, потому что ты очень приятная девушка. Благодарю, мне это очень приятно. И вообще, я надеюсь, что мне удалось передать свой смысл, основной моя концепция, что гвозди – это про радость. Да, гвозди – это про радость, и мы с телезрителями точно видим, как у тебя блестят глаза, и несмотря на ту боль, наверное, которую человек испытывает, стоя на гвоздях, видно, какую радость потом он получает. Поэтому вдохновляйтесь, друзья, и восхищайтесь собой, и идите к своему делу. Ну а мы провожаем Светлану и встречаем следующего гостя. А мы встречаем следующего гостя, следующую гостью – Александру Дунаеву. Александр, добрый день. Добрый день, Лена. Да. Александра у нас преподаватель английского языка международного уровня, создатель авторского курса для педагогов английского языка. Всё верно. И вот сегодня с Александром мы как раз поговорим про проявление, возможно, через язык, да? Ну, я думаю, да, это будет логично. Первый вопрос тебе, Саша. Скажи, пожалуйста, что для тебя всё-таки проявление? Ну, вообще проявление, с моей точки зрения, это какая-то демонстрация своих профессиональных знаний, навыков. То есть, если мы говорим о преподавателях английского языка, то проявляться – это ходить на конференции, ходить на какие-то встречи, на творкинги, даже прийти к тебе – это проявление, я считаю. Ага, то есть это всё-таки про действия, да? Да, мне кажется, это про действия. То есть, правильно я тебя понимаю, вот как отличить человека, который проявляется и не проявляется? Вот как вот их понять, вот один проявляется, другой или нет, или нет такого? Мне кажется, здесь сложно разграничить, потому что даже если преподаватель английского языка сидит дома, работает онлайн с учениками, он же проявляется как учитель, как профессионал перед своими студентами. Он изучает что-то новое, внедряет методики в своё преподавание, и он проявляется как человек, который что-то новое узнал, чего-то нового добился. Поэтому даже сидя дома можно проявляться. Но если ты хочешь какой-то масштабной огласки, то, конечно, это должно быть что-то другое. Саша, а поделись тогда нам, пожалуйста, какое у тебя такое самое главное проявление в своей жизни? Вот что такое у тебя было вау? Мне кажется, главное проявление – это то, что сейчас я сижу на твоей передаче. Так я тебя поздравляю. Спасибо большое. Ты волнуешься? Очень. Да? Да. Это хорошо, потому что, когда ты выйдешь с этой передачи, да, то твои проявления будут ещё более ярче. Да. Ты знаешь, мне, кстати, предложили в мае участвовать в конференции спикером, и я сказала, что нет, ни в коем случае, очень страшно, не пойду. Потом, когда ты мне предложила сходить на свою передачу, я подумала, что выступление на конференции – это вообще что-то не страшное. Друзья, приходите на передачу, и потом участвуйте во всех конференциях, которые вас будут приглашать. Отлично, хорошо. Хорошо. Ну, вернёмся всё-таки к языку, да? Скажи, пожалуйста, ну, к тебе много приходит разных людей. Вот в основном люди всё-таки за проявлением приходят через язык, или это вот какая-то потребность? Вот что такое язык для них? Ты знаешь, я считаю, что раньше язык был проявлением, потому что раньше он был доступен немногим людям. Да и вообще, в принципе, материалы какие-то были не сильно доступны. Нужно было ходить в пиблиотеки, путешествовать за границу и так далее. Сейчас ты можешь пообщаться с людьми из Австралии, из Америки, просто нажав на какую-то кнопку, да, на телефоне, связавшись по видеосвязи. Поэтому сейчас это настолько доступно, что это не столько проявление, сколько какая-то уже базовая необходимость человека. Потому что если ты хочешь соответствовать современным тенденциям, если ты хочешь вообще, в принципе, жить в современном мире, где международный язык, английский язык, то ты должен изучать его. Вот я смотрю на тебя, да, Саш, и вижу прям уникальную женщину. Уверена, что твой курс, он какой-то уникальный. В чем его уникальность? Если мы говорим про мой курс для преподавателя английского языка, то можно сказать, что он уникальный, потому что я соединила там все свои уникальные знания. Каждый из нас уникален, и у каждого из нас есть моменты, которые только мы можем передать своим людям, которые у нас учатся. И конкретно в своем обучении я объединила знания не только из курсов, которые я проходила, но также из обучения, которое называется нейроязыковой коучинг, которое говорит о том, как знания о мозге помогают обучать людей. То есть если я раньше действовала как-то интуитивно и понимала, что ну вот человек устал, он себя плохо чувствует, ну разве получится хороший урок с таким студентом? То есть сейчас я пошла на этот курс и поняла, мне дали теорию, так скажем, почему это происходит, какие процессы происходят в мозге. И поэтому именно из этой сферы знаний я включила в свой курс, чтобы учителя могли более эффективно преподавать своим студентам. Правильно я слышу, получается, что ты в своем курсе используешь как бы вторую свою профессию, коуч, да? Ну по сути. Ты знаешь, я не могу сказать, что это моя вторая профессия. Мне кажется, это продолжение первой, потому что это настолько все переплетено и взаимосвязано. Разные профессии, две профессии, это как, например, бухгалтер и преподаватель. Вот это да, две разные профессии для меня. А здесь это просто некое добавление к тому, что у тебя было и усовершенствование тебя как педагога. Здорово. Знаешь, я тебя приглашаю на передачу, вот знаешь, ну много раз приходи, ну через два года точно. И когда-нибудь, наверное, ты скажешь, вот эта профессия стала теперь моей ведущей. Интересно. Спасибо большое. Саша, ну сейчас смотрят нас телезрители, да? У тебя же какая-то была детская мечта, и возможно, ты ее осуществила или идешь к ней. Вот поделись, пожалуйста, с нашими телезрителями, как добиться своей мечты, как идти к своей цели, как проявиться. Ну поделись своими такими лайфхаками, как ты это сделала. Ну какая мечта была, конечно, да? Если честно, я не могу вспомнить, какие мечты у меня были в детстве, кроме одной. Я хотела работать в международной компании. Я просто хотела знать английский язык, постоянно общаться с иностранцами. Ну, естественно, много зарабатывать. Кто не мечтает об этом в детстве. И я сейчас понимаю, что, может быть, я не работаю в какой-то компании за границей, и постоянно не вот так вот face-to-face общаюсь с иностранцами. Но я работаю в крупной сети международных школ, языковых центров. Там я обучаю преподавателей, я опять-таки общаюсь с носителями постоянно. То есть, получается, моя мечта сбылась. Пожелай нашим телезрителям, что же им сделать, чтобы их мечта сбылась тоже. Я думаю, что, чтобы мечты сбывались, нужно просто идти к своей цели, планомерно, и не сбиваясь с пути. И самое главное — понимать, что вы точно хотите. Понять, реально это ваше желание, или, может быть, какое-то навязанное обществом. И если это ваше желание, то на вашем пути однозначно будут какие-то преграды. Самое главное здесь не сдаваться, идти ровно и понимать, что даже если вы делаете ошибки, ошибки — это двигатель прогресса. Их нужно делать. Если бы мы боялись ходить, мы бы так и не научились ходить, а все время бы падали. Поэтому идите к своей цели, ничего не бойтесь, и пользуйтесь обязательно помощью людей, которые обладают достаточными знаниями, чтобы помочь вам на этом пути, чтобы вы не сами набивали шишки, а был какой-то помощник, который взял вас за руку и аккуратно сопроводил. Саша, ну что, я тебя поздравляю с первым опытом. Я радуюсь за тех людей, которые будут присутствовать на конференции и слушать тебя. Потому что ты говоришь просто шикарно и интересно. Спасибо большое, Лена. Очень приятно было. Ну что, от Александра берем в копилочку советы, действуем и идем к своей цели. А мы встречаем следующего гостя. А мы продолжаем смотреть «Диалог с психологом». И в студии следующие гости. Это Танита Землякова, блогер, режиссер клипов и кинофильмов. Танит, привет. Привет. Спасибо, что пришла. Скажи, пожалуйста, ну, ты поняла уже, тема у нас про проявления сегодня. И я хотела тебе такой вопрос сразу задать. Вот здесь вот кино, клипы. И знаешь, вот у меня вопрос такой. А вот актер, да, вот актер, который приходит сниматься, вот он проявляется или все-таки нет? Он же не о себе вроде заявляет, а через роль? Ко мне приходят вообще люди без актерского образования. И поэтому в первую очередь, конечно, они уже сразу проявляются, заявляют о себе. Потому что для многих это выход из зоны комфорта. И они таким образом нащипывают вообще в какие-то в себе новые творческие грани. Поэтому это 100% проявление. А профессиональные актеры, да, они проживают роль, но тем не менее это тоже проявление. Это способность прочувствовать судьбу другого человека. Ну, то есть это проявление через какое-то развитие, получается, да? Проявление через чувства. А, через чувства. Скореток. И сразу следующий вопрос тебе, да? Я знаю, что у тебя есть такой социальный проект, ну, с помощью которого ты пришла вот, да, к съемкам. Вот расскажи, пожалуйста, это про проявление вот этот проект? Если про проявление, то о чем он? Проект социальный про отношения, про взаимоотношения людей, пар, вообще разные коллаборации эмоций и чувств и разные коллаборации семейных и не только отношений, дружеских также. То есть мы выносим на поверхность через помощью, через видеопродакшен какие-то проблемы в отношениях. Зачастую проблемы. Есть легкие скетчи, тренды снимаем тоже, как и блогеры любые. Но отличаемся командой именно тем, что снимаем социальные такие непростые темы, обнажаем те самые чувства, про которые многие бы, возможно, не смогли сказать, а мы можем или не хотели бы показывать, а мы показываем это. Почему? Потому что любые человеческие чувства — это нормально, любые проблемы в отношениях — это тоже нормально. И вот я вместе с населением очень рада проживать их судьбы, истории, потому что у меня у самой непростая судьба, о которой я спокойно рассказываю своим подписчикам, делюсь с ними. И приходя ко мне в блог, люди находят себя, понимают, что да, жизнь, такая штука, бывает местами непростая. И в нашем случае со мной в команде остаются те, кто способен проявить себя не только через позитив, но еще и через боль. То есть получается, знаешь, такой парадокс проявления через боль, да? Проявление через боль. Скажи, пожалуйста, ну ты вот сказал, что у тебя тоже непростая судьба, и, ну не случайно, конечно, да, у тебя такой проект, и я вижу, как у тебя глаза горят, да, вроде проявление через боль, а глаза горят. А вот что бы тебя смогло заставить отказаться от этого проекта вообще? Есть такое в жизни? Да, чтобы все сказали, вот все, не будешь заниматься, есть такое? Очень интересный вопрос. Да. Ну вот сейчас, если быстро, прям я задумалась и быстро, быстрый ответ, то нет, нет ничего такого, кроме какой-то болезни ребенка, которая, не дай бог, поставила бы на стоп. Да, конечно, адекватные приоритеты есть, но в целом, наверное, ничего, потому что свою деятельность, свое личное пространство, свое право на съемки я выбивала войной, потому что я замужняя девушка, у меня семья, все в порядке. И местами было непросто, я сталкивалась и с ревностью, и с запретами, но я сумела сделать так, доказать себе, доказать мужу, что мне это необходимо, и это есть то, что это неприкосновенно. Вот это мое творчество, и мы сюда не залезаем, мы не имеем права это запретить, все, вот оно есть. На это потребовалось какое-то время, но тем не менее я продолжаю, и, к сожалению, когда приходят ко мне новые участники, они сталкиваются зачастую с вот этой самой ревностью, и отсеиваются очень многие ребята. Ну, я понимаю, что для человека, значит, это не имело такой ценности, как для меня. Поэтому, когда что-то начинаешь, и вдруг семья против, и потому что человек, как правило, меняется, у него новое окружение, что-то происходит, тут, конечно, нужно время просто и любовь к своему делу. Нужно доказывать, показывать, что нет, это мое, вот я на это имею право, потому что жизнь у нас одна. Вот мы себе выбрали вот этим заниматься, и никто не имеет права нас ни в чем ограничивать. Да, осталась привержена своему делу, да, скажем так, вот осталась в этом деле. Своему интересу, своему делу. А если было бы какое-то совсем яркое препятствие, то мой выбор такой, что мне, в принципе, не нужно тогда с этими людьми рядом находиться, давайте мы просто разойдемся в разные стороны и будем заниматься тем, что нам душа велит. Ну, смотри, о том, о чем ты говоришь, это говорит то, что ты очень сильная личность. Я бунтарка. Да, прям причем такая очень сильная, да, пройти все это. И вот скажи, пожалуйста, что тебе все-таки помогло, в чем сила твоя заключается, чтобы прийти к этому, и сейчас вот так легко об этом заявлять. В чем твоя сила? Яркие лидерские качества, как-то моя природа, может быть, кавказская, мной движет горячая кровь, я не знаю, космос, все что угодно. Это просто мой внутренний импульс, мое право на жизнь, в которую меня никто никогда не заберет. Слушай, такой сейчас необычный вопрос тебе будет, заключение. Опиши мне свою старость. Да, я прямо не ожидала. Так, я старая, но красивая. Да, ты красивая. Да, на море с сигареткой сижу, смотрю свое кино, которое стало известно на весь мир. Есть название у этого фильма? Мой путь. Это автобиография? Не знаю, не буду ничего сейчас на будущее так сильно говорить, но вот на вскидку, да, это какой-то мой путь, возможно, да, действительно, моя биография. Очень такая перспективная старость, классная. Мне понравилась красивая с сигареткой. Да, все рассмотрю. Так и осталась бунтаркой, а возраст, он, ну, не властен над человеком. Хорошо, отлично. Ну что, в заключении, вот камера, телезрители, пожелай им что-то такое от души, от себя, чтобы вот они тоже остались, знаешь, со своей целью вместе и прожили всю жизнь. Банально, но не сдавайтесь, развивайтесь, развивайте на осмотренность и действуйте от души, делая какое-то дело, любите его. А если что-то, какие-то преграды, все пройдет и все получится. Просто дайте времени быть, а себе жить. На этой прекрасной ноте я тебя благодарю и прощаюсь. До новых встреч. Ну что, друзья, а мы сегодня соприкоснулись с историями трех очаровательных девушек и посмотрели на проявления, в том числе через профессии, с разных сторон. А я вам желаю проявляться, не стесняться, идти к своей цели, представлять свое светлое будущее даже в старости. И, конечно, приходить на передачу и потом идти в спикерство. До новых встреч. С вами была Елена Симушина и телепроект «Диалог с психологом». Субтитры подогнал «Симон»